Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, друзья! С вами программа «По простому и сложным». Мы на Русановском канале. 7 ноября. Последний теплый денек, который дарит нам осень уходящего года. Не за горами, а уже зима. И мы отправились на рыболовную сессию в это непростое место с Алексеем Страшным, чемпионом мира по фидерной ловле 2011 года. Леша, здравствуй! Здравствуйте! Расскажи о том, что мы будем делать сегодня. Сегодня нам предстоит урбанистическая рыбалка. Рыбалка в условиях города, она всегда тяжелая. Тем более, Русановский канал осенью – это очень спортивный водоем. Вода уже остыла, рыба осторожная. И нам придется предлагать ей очень аккуратно тонкие угощения на тонких поводках. Соответственно, надеяться на хороший результат. Для этого мы приготовили разнообразие прикормок, разнообразие насадок, миниатюрные крючки, тонкие лески. Все это в комплексе должно нам послужить хорошую службу. И надеюсь, мы поймаем отличную рыбу сегодня. А если нам крупно повезет, возможно, мы поймаем и трофейного карася, которого в Русановском канале достаточно много. Но ввиду того, что вода холодная, клюет он крайне редко. Сегодня мы выбираем черную прикормку. Почему черную? Дно на Русановском канале достаточно темное, оно заилиное. Мы выбрали точкой ловли участок переходной от ила к твердым камешкам. Непонятно, камешки это или ракушка. Но предложив рыбе темную прикормку, есть шанс, что помимо плотвы, подлещика и, возможно, карася, на эту прикормку сплывутся еще и окунь. Поэтому мы запаслись большим количеством прикормочного мотыля. Насадкой для нас также будет служить крупный мотыль с редким подсаживанием опарыша. Рыба уже невероятно осторожна. Базой кормовой для нее сейчас в основном служит мотыль, поскольку дно заилиное и этого лакомства для рыбы в Русановском канале достаточно. Но если мы предложим максимальное количество в одном месте, в нашей прикормочной точке, вероятно, рыба туда сплывется и порадует нас поклевками. Скажи, на какой глубине мы сегодня будем ловить? Сложно сказать. Я думаю, что средняя глубина Русановского канала по середине составляет 4-5-6 метров. Мы начнем нашу ловлю с самой глубокой точки. Потом будем пробовать ближе-дальше. Если все будет совсем печально, мы попробуем ловить непосредственно у берега, за травой, и окуня нас точно там порадует поклевками. То есть и на окуня у нас сегодня есть планы. Давайте подытожим. Место Русановский канал, температура воздуха по ощущениям 10-12 градусов, достаточно тепло и комфортно. Облачность, но ожидаем, что через 3-4 часа выйдет солнышко. Скажи вопрос. Ты слишком легко согласился на это место? То есть выбор места, когда мы ехали на машине, практически пал на выбор съемочной группы. То есть место выбрала съемочная группа. Почему такая уверенность? Собственно, не так уверенность. Рыбу поймать можно в любом месте. Но Русановский канал, он доступен большинству рыболовов. И показать, как ловить нужно здесь, наверное, наиболее правильно. Поскольку поймать рыбу в коммерческом водоеме, где ее очень много, может каждый. А показать, насколько просто можно ловить рыбу в черте города, вот, собственно, наша и задача. Друзья, а кому как не чемпиону мира показывать, как поймать рыбу, как хорошо порыбачить в таких сложных условиях? Немного о тактике на сегодняшнюю сессию. Мы выбрали точку. Точка наша, это середина канала. Это такая первичная, начальная тактика. Там обычно есть рыба. Это самое глубокое место на канале. Вот. И в большинстве своем рыба уже в холодное время скатывается именно на самые глубокие места. Но в Русановском канале есть всего три возможных дистанции ловли, где рыба обычно либо находится, либо мигрирует вдоль этих мест. Это середина канала, это дальняя бровка и ближняя бровка. Начинать мы будем с середины канала. В случае неудачи мы перейдем на ближнюю бровку, где есть возможность поймать окуня и, возможно, проходящую плоту. Ну, а в случае неудачи и на ближней дистанции, попытаем счастье на дальней, то есть под противоположным берегом канала. Возможно, вода в канале настолько чистая, что рыба будет осторожничать. И поэтому тактика ловли с дальней дистанции принесет нам какие-то результаты. Какую прикормку мы будем использовать сегодня? При ловле в холодной воде очень важно не столько приманить рыбу, как не отпугнуть ее прикормочной смесью. Именно для этого мы будем использовать прикормку черную. Прикормка наша будет мелкофракционная. Для того, чтобы придать ей ровную и мелкую фракцию, мы просеем нашу смесь через мелкое сито. Прикормка наша называется «Лящ корицы» от компании «Флагман» отечественного производителя, что вдвойне приятно. Прикормка, несмотря на свое название, достаточно универсальная. Она охотно нравится и лещу, и плотве, и, возможно, карасю, которая является бонусной рыбой на этом канале. Я надеюсь, бонусы у нас сегодня будут. В любом случае, если мы не поймаем какого-то подлещика, уверен, что крупные мордатые окуня порадуют нас своим упорством. Итак, мы используем темную прикормку мелкой фракции. Для того, чтобы убрать крупные частицы, мы присеем прикормку через 2-миллиметровое сито. Упаковку всегда забираем с собой, не оставляем упаковку на берегу. Друзья, мы уже не раз говорили в наших программах о том, что мы снимаем в разных местах, снимаем уже достаточно давно и видим одну и ту же картину. Упаковки от прикормки, пустые бутылки – все это, конечно же, вредит нашей природе и водоема. Поэтому, пожалуйста, забирайте упаковку, забирайте мусор, который остается после вас желательно с собой. Это не заставляет никакого труда. Следите за природой, будьте с ней вежливы, и она обязательно ответит вам тем же. И, возможно, если каждый рыболов будет это делать, страна станет лучше. А природа чище? Точно. Скажи, насколько важную роль играет просеивание прикормки через сито? Считаю, просеивание прикормки в спортивной рыбалке является обязательным. И многие рыболовы, которые просто увлечены рыбалкой, игнорируют такой простой аксессуар, как сито. По сути, сито позволяет придать прикормке ровную фракцию и какую-то интересную физику в воде. Ведь если прикормку не просеивать, она будет лежать неинтересным комком, и, соответственно, привлекать рыбу будет куда хуже, нежели прикормка, правильно приготовленная и качественно просеянная. И механика поведения прикормки в воде будет более стабильной и ожидаемой? Безусловно. Прикормка будет активной, будет интересовать рыбу с большого расстояния, и, соответственно, клев будет куда более интересным. Скажи вопрос. Я вижу у тебя три сито с различным размером ячеек. Можешь в двух словах объяснить, для чего каждый из сит и в какой ситуации его необходимо использовать? Сито, на самом деле, аксессуар очень универсальный. То есть, его применять стоит не только для просеивания прикормки. Основное предназначение мелкого сита – убрать крупную фракцию. Мы просеиваем прикормку, делаем ее ровной, аккуратной. Это особенно важно при ловле в холодной воде, что, собственно, сегодня мы и сделали. Крупное сито стоит применять для выравнивания фракций прикормок крупнофракционных, к примеру, карповых. Но это вовсе не означает, что фракцию крупную мы будем убирать. Мы просеиваем прикормку для того, чтобы она была воздушной и хорошо себя вела в воде. Среднее сито, оно является универсальным. Его можно применять для просеивания любой прикормки, для просеивания опарыша и так далее. Безусловно, эти три совершенно недорогостоящих аксессуара делают рыбалку проще, а результат эффективнее. Поэтому, друзья, не экономьте на этом аксессуаре, обязательно приобретите. Оно того стоит. В случае неудачи нашей первой прикормочной смеси, мы приготовим вторую смесь. Она будет состоять из прикормки более светлой. Это в случае невероятной удачи, если рыба будет активной и наша тактика ловли темной прикормки окажется недостаточно агрессивной. Для этого у нас есть прикормка активная коричневого цвета. Она привлечет платву, будет также универсальной и для подлещек. Кроме того, у нас есть дополнительные ароматизаторы. Не уверен, что их работа будет стабильной сегодня, но попробовать обязательно стоит. Поскольку в холодной воде иногда яркая и агрессивная тактика приносит бонусную рыбу. Но это мы проверим уже ближе к концу рыбалки. То есть, прикормку мы больше ничего не добавляем, не добавляем ликвиды, пользуемся только однородной черной малофракционной прикормкой. Да, начинаем именно с этого. Далее мы будем экспериментировать и с ароматизацией насадки, и с ароматизацией прикормки. В любом случае, в рыбалке должен быть всегда запасной вариант. Увлажнение, как всегда, водой из водоема. Конечно, конечно. Увлажнение у нас будет проходить из нескольких этапов. В первую очередь, мы достаточно увлажняем прикормку, для того, чтобы ее все частички набухли и напитались водой. А далее уже, после определенного времени, мы доведем прикормку до нашего боевого состояния. Проверим ее работоспособность в воде, предварительно бросив в нее комок. Ну, а далее приступим к ловле. Мы ее не переулажняем, то есть делаем однородное, стандартное увлажнение. Да, да, да. Не сухое и не мокрое, чтобы она хорошо бралась в комок и растворялась равномерным пятном при подаче. А в процессе рыбалки нашу смесь мы будем дополнительно переулажнять, пробовать. Возможно, прикормка переулажненная и инертная будет лучше привлекать рыбу. В случае наличия большого количества плотвы, мы досыпем немножечко сухой прикормки, сделаем нашу смесь более активной, для того, чтобы удержать стаю рыбы. Под активностью ты подразумеваешь, чтобы частички прикормки зависали где-то в толще воды? Более того, чтобы стол прикормки от кормушки, которая упала, шел ко дну, таким образом привлекая плотву с большого расстояния. Всем известно, что плотва не донная рыба. Она, конечно же, питается у дна, но перемещается, особенно в холодное время, в толще воды. И для того, чтобы привлечь рыбу с высокого горизонта, нам стоит пользоваться активной прикормкой. Ты не пользуешься венчиком, да, и шурпозитом? Ну, как-то по килограммам замешать можно и без этих понтов. Я понял. Прикормку нужно чувствовать руками. Кстати, такой вопрос. Наши участники перед этим замешивали прикормку венчиками и шуруповертами. Ну, венчики правильно? Конечно. Поэтому, как бы, интересный подход. Вот, друзья, дедовские методы никто не отменял. Конечно, способ замешивания прикормки с помощью шуруповерта и венчика является прогрессивным. Возможно, он более скоростной. Ну, я считаю, что прикормку надо чувствовать руками и готовить ее с душой. Тогда она будет приносить поклевки, особенно в такое холодное время. Кроме того, нужно понимать, какую прикормку ты хочешь приготовить. Соответственно, добавлять нужное количество воды. Вот. И сделать это с помощью венчика и шуруповерта, конечно, можно. Но я предпочитаю ручной способ замеса прикормки. Я бы даже сказал, передать тепло человеческого тела... Позитивную энергетику. Позитивную энергетику. Ну, скажем, наша сегодняшняя прикормка чистый хендмейд. Выбор натуральной, экологической, чистой прикормки позволяет не отпугнуть рыбу в столь сложных условиях. И в ситуации сложной ловли дать именно максимально возможный результат на этом водоеме. Друзья, что мы постараемся доказать на сегодняшней нашей рыболовной сессии. Друзья, наша прикормка практически готова, но еще остался один маленький нюанс. Зеленые. Зеленые? Да. Зеленые. Я подносчик боеприпасов, стараюсь максимально быть полезен нашему чемпиону. Мы увлажнили прикормку несколько раз. Она настоялась, равномерно увлажнена. Теперь для того, чтобы она была воздушной и правильно работала в воде, мы просеем ее через среднее сито и приступим к ловле. Завоздушиваем ее, да? Да. В осеннее время прикормка безусловно важна, но более важна правильная работа с животными компонентами. Прикормка не должна отпугивать рыбу, а животные компоненты должны ее привлекать. Собственно, поэтому наша прикормка мелкая, черная. И основной добавкой для прикормки будет служить мотыль. Мы его будем добавлять как порционно, так и пробками. Попробуем, возможно, его резать. В общем, будем действовать по ситуации. Друзья, мы уже заняли свои места и хотелось бы отдельно еще раз напомнить, что после приготовления прикормки упаковку забирайте с собой. Забирайте весь мусор с водоемов, которые оставляете после себя. Не оставляйте мусор на водоеме, на берегах. Относитесь к природе бережно и природа обязательно ответит вам тем же. А мы переходим уже к рыбалке, выбираем дистанцию. Алексей уже выбрал дистанцию. Леш, какую дистанцию ты выбрал для начала? Во-первых, мы использовали тяжелый промерочный груз для того, чтобы понять дно Русановского канала. На этом водоеме я не первый раз рыбачу. Много соревнований здесь прошло. Дно здесь, собственно, как и у большинства каналов, прогнозируемое. То есть есть две бровки и, соответственно, углубление посередине. Вот именно с этого углубления, самого глубокого места в канале, мы и начнем нашу ловлю. Поскольку там есть большой шанс поймать подлещика, крупного опуня и плотву. А далее уже будем действовать по ситуации. Для начала мы закормим нашу дочку. Забросим, к примеру, 3-5 кормушечек с прикормочным мотылем и с нашей прикормочной смесью. Далее поставим поводок. Я думаю, начнем мы с метрового поводка и с нескольких мотылей в насадке. Ну, а там по ситуации. Скажи, какое удилище ты используешь? Какой тест? Для ловли на Русановском канале весной я бы использовал удилище тяжелое. Поскольку течение, весеннее течение, оно достаточно мощное. И, соответственно, приходится использовать кормушки весом 70, 100, 120, иногда и 150 граммов. Сейчас течения практически нет. Соответственно, можно рыбачить кормушкой 50 граммов. Ну, для того, чтобы перестраховаться, я использую удилище Medium Heavy с тестом 50-150 граммов на случай, если вдруг течение появится. Кроме того, мягкий кончик на этом удилище позволит индексировать даже самые осторожные поклевки рыбы. А в мощный бланк забрасывать кормушки нужного веса. Мы используем удочку Fragman Sherman Medium Heavy. Ну, немножко про катушку и шнур. Катушка – это мои старенькие Shimano Aspire. К сожалению, они уже не выпускаются. Почему-то все хорошие вещи, которые пригодны для рыбалки, они либо сняты с производства, либо стоят безумно дорогих денег. Шнур, честно говоря, даже не помню какой. Диаметр его порядка 0,16-0,18. Собственно, толщина шнура в данных условиях не имеет такого большого значения. Главное, чтобы он не рвался при забросах. Наша кормушка – это кормушка 50 грамм. Кормушка с грунтозацепами, легкого веса, плюс смещенный центр тяжести. Эта кормушка позволит нам перетаскивать бровку и траву, которой, к сожалению, очень много здесь. И, возможно, позволит спасти рыбу, трофейную рыбу, которая будет пытаться зайти в траву. Поехали! Еще раз сделаем остановку на том, какая у нас сейчас дистанция заброса. И какое ориентировочное расстояние до противоположного берега. Ой, знал бы я. Метров 60. Сейчас мы по оборотам посчитаем. Наша дистанция порядка 25-27 метров. Это где-то середина канала. Ну, возможно, не середина канала, но самое глубокое место – русловое место, поскольку русло в канале немножечко делает изгиб, и мы выбрали соответствующую точку, исходя из донных предпочтений. Осуществляем закорм. И вскоре приступим к ковле. На рыбалке в осеннее-весеннее время стоит большое внимание уделить одежде. Ведь когда рыбалок комфортно себя чувствует, не думает о холоде, рыбалка приносит удовольствие. Поэтому мы утеплились под моим костюмом, который водонепроницаемый, несколько слоев термобелья, плюс теплые сапоги. Это был последний наш закормочный заброс. Сейчас мы монтируем поводок, одеваем аккуратную маленькую насадочку для начала и приступаем к ковле. Скажи, какую роль играет время года на количество подаваемой прикормки на пятно? Сложно судить о количестве прикормки. Правильнее, наверное, говорить о ее питательности и насыщенности. Возможно, об ароматике. Сейчас наша прикормка крайне слабо ароматизирована. Она черного цвета, она мелкофракционная. Все это именно для того, чтобы рыба не переела нашей смеси, а интересовалась в первую очередь животной составляющей и нашим мотылем на крючке. Летом я бы использовал прикормку более яркую, более калорийную, более сытную, для того, чтобы привлечь как можно больше рыбы и в то же время отсеять мелкую рыбу. Ведь цель любого рыболова на рыбалке – поймать трофей. Собственно, за этим люди отправляются на рыбалку. Наша задача сегодня – поймать какую-то рыбу, если повезет, поймать рыбу трофейную. Поэтому основную ставку мы делаем на рыбу мелкую, соответственно, выбираем и тактику. А в случае подхода крупной рыбы будем корректировать ее, и все ингредиенты прикормки для этого у нас есть. Ну и поводочница. Скажи, что у тебя в поводочнице, какой запас ты сделал, на сегодня, какие поводки навязал, какие планируешь использовать, номера крючков. Ну и поводочница – это поводочница для холодной воды. В ней очень тонкие поводки, начиная от 0,1, заканчивая 2,0,8. То есть настолько тонкие диаметры нужны именно для ловли весной и осени. И, собственно, редко они годятся летом. Начнем мы с лески 0,1, из крючочка номер 16. Посмотрим, как рыба отзовется на наше угощение. Если ее поклевки будут осторожными и нежными, поставим поводок более тонкий и крючок минимальный. И я думаю, тогда дела у нас пойдут хорошо. Но если рыба будет активничать, мы даже сможем утолщиться, поставить более грубый крючок. Ведь под берегом у нас трава, и я боюсь, в случае тонкого поводка и деликатной снасти, мы будем терять много рыбы. Друзья, наша прикормка абсолютно натуральна. Лишнее подтверждение – это наши соседи, которых мы не ждали. Голуби доедают остатки крупной фракции после просеивания. Мы выкинули их на берег. И картину можете наблюдать воочию. С какой длины поводка мы будем начинать? Начнем мы с метрового поводка. Наша насадка – это большой пучок мотылей. Ведь мы точку нашу прикормили, она немножечко отдохнула, и есть шанс, что именно сейчас на нашей точке какая-то крупная рыба кушает мотыля. Поэтому, подав большой пучок, есть шанс поймать хорошую рыбу. С наскока. С наскока. С наскока. Мы используем маленькую кормушку, ведь если мы перекормим рыбу, сделать мы больше ничего не сможем, а так мы будем ее постепенно раскармливать, подавать прикормку. В случае, если рыбе будет ее недостаточно, поставим более крупную кормушку. будем вести ловлю по ситуации. Ну и мы уже с первым уловом. На третьем забросе на нашу насадочку позарился окунек. Значит, мы делаем правильно. Окушок уходит под сак. Все делаем правильно. Посмотрим, будет ли рыба дальше укрупняться. И для того, чтобы она укрупнялась, что мы будем делать? Или ничего не будем делать? Будем сохранять тактику, которую выбрали до этого. На данном этапе мы будем держать ровный темп. Темп в районе минуты. Насадку пока оставим крупную, в надежде на бонусную рыбу. А в дальнейшем, я думаю, если лов не улучшится, попробуем поиграться с ароматикой прикормки. А также немножечко подиповать нашу насадку. Я понял. И я смотрю, у тебя вставка из фидергама. Расскажи немножко об этом. Небольшой фидергам очень полезен, особенно при ловле такой вот осторожной рыбы на тонких поводках. Вторая поклевка не заставила себя долго ждать. Эта рыбка уже покрупнее. Так, мы видим, как гнется удилище. Будем надеяться, это плотва, но очередной окунь. Но уже крупнее. К нам на стол пожаловали окуня. Первая поклевка была аккуратной, нежной. И крючочек впился во внешнюю сторону губы рыбы. Этот окунь клюнул более жадно. Крючок уже внутри. И о чем это говорит? Говорит, что рыбка подходит, появляется некая конкуренция. Соответственно, поклевки становятся более жадными. Рыба агрессивнее бросается на крючок. Посмотрим, какая рыбка будет у нас третий. Хочется верить, что это будет или небольшой подвесчик, а может и плотва. Мы продолжаем давать в кормушку мотыль. Делаем это уже не так концентрировано, как в начале. То есть, во время закорма мы подавали целые пробки мотыля. Для того, чтобы привлечь рыбу как можно быстрее в точку ловли. Теперь, для того, чтобы ее не перекормить, мы порционно, понемножечку, размешиваем мотыль в прикормке и добавляем его в кормушку. Пробочка или просто замешиваем полностью? Просто, просто размешиваем в прикормочном ведре, в миске. И после этого... Перед этим мы мотыля разбили землей, да? Земля это наш дополнительный козырь. В случае, если наша прикормка будет отпугивать рыбу, очередная активная поклевка. Так. Наша рыбалка становится интересной. Динамика клева просто сумасшедшая. Между забросом прошло буквально полминуты. И кто у нас на крючке? Микроокунь. Микроокунь. Ох, как жадно он съел. Наш крючок. Главное, чтобы рыбка была в воде, а тогда мы ее сможем после рыбалки выпустить, и она будет целая и невредимая. Природа дает нам такие положительные эмоции, и надо относиться к ней с уважением. Ввиду того, что на точке много окуня, мы попробуем помимо мотыля подсадить на крючок опарыша. Это, в свою очередь, должно немножко отпугнуть окуня, и в то же время дать шанс осторожной платве на поклевку. Ведь окунь клюет настолько быстро, что платва или подлещик в осеннее время не успевает просто попробовать нашу насадку. Скажи, быстрая поклевка говорит о том, что рыба стоит в ярусе. То есть она клюет в ярусе, но не у до придонного слоя. Скорее всего, рыбка стоит над мотылем. Да, и, соответственно, как только кормушка приводняется, а поводок наш еще тонет, находится в таком активном падении, рыба хватает. Это, собственно, очень часто происходит. Когда рыбы много, когда она активная, она охотится за крючком. Вот снова поклевка. В этот раз рыбу что-то насторожило. Или, возможно, подошла более крупная рыба? Возможно. Подождем. Вместо карась. Подождем. На самом деле, мы выбрали местом ловли достаточно глубокий участок канала. И весной именно в этом месте нередкие поимки того же езя, того же карася и подлещика. И, как мне кажется, ближе к осени и зимой рыба концентрируется в этих местах. И задача рыболова подать правильную насадку и прикормку, чтобы поймать... поймать трофейную рыбу. Опять поклевка. Но в этот раз поклевка закончилась безрезультатно. Наш крючок, скорее всего, пуст. Крючок не пуст, но а ты кто-то аккуратно пробовал. Кто-то аккуратно пробовал. Скажи, сейчас у нас на часах 9 часов утра. Часам к 11 обычно дают воду, да? Появляется течение на Днепре. Твоё отношение к подаче воды? То есть, бытует мнение, что до толчка воды на зарегулированных водоемах, коим является участок Днепра в зоне Киев, чертезу города Киева, клёв начинается по толчку. Что ты думаешь об этом? Действительно, вся мирная рыба, в том числе и наши объекты сегодняшнего лова, они активизируются при определенном течении. Но также можно успешно ловить и без течения. Наша задача сейчас, до того момента, как появится вода, прикормить нашу точку настолько обильно, чтобы рыбка туда приплыла и в момент течения уже начала активно питаться. То есть, для нас своего рода пауза без течения наоборот является положительной. То есть, другими словами, что необходимо делать до толчка воды? Опять же, выбирать более дальнюю дистанцию или, допустим, более хорошо закармливаться. Какая механика? Что происходит под водой? Как ведет себя рыба до толчка воды и во время толчка воды? Как сыграть и ловить так же успешно до толчка воды, как во время толчка воды? А быту изменения, что нужно ловить с одной дистанции и во время течения, и без. Я, собственно, с этим согласен, поскольку чем дольше наша кормушка попадает в одно и то же место, тем более широким становится наше пятно. Оно вытягивается по течению, соответственно, больше рыбы приходит к нам на прикормочный стол. К нам на прикормочный стол и рыба более активна, поскольку у нее появляется конкуренция. Я понял. О! Какая-то или хорошая рыба, или или, возможно, трава. Но сопротивляется. О! Первая плотвичка! Мне уже становится интересно. Оп! Оп! Такая вот осенняя плотвичка. Эта плотвичка местная. Хочется верить, что к концу нашей рыбалки нас порадуют большие особи плотвы, которые сейчас двигаются вверх по течению. Но пока давайте раскормим эту рыбу. Продолжение следует... На часах уже 12 часов дня. Наша рыболовная сессия потихоньку подходит к концу. Пока Леша занят рыбалкой, мы имеем время рассмотреть, что у него на прикормочном столике. Можно так назвать? Столик, да? Вот у него есть такое пастанчино с собой, которое он сегодня не использовал. Мы знаем, что сегодня у нас низкокалорийный корм. Ах! Как его открыть? Вот так вот. Вот такой вот он выглядящий. Желто-красный, но красный больше розовый. Желто-розовый. Как печенье. Что еще есть? Кстати, Леш, когда ты ее используешь? Ну, это крупная крошка. Сейчас она, к сожалению, сильно агрессивна для рыбалки. То есть, она скорее отпугнет рыбу, нежели ее приманит. Эта крошка используется эффективно в летнюю погоду для ловли крупного леща. Также мы ее применяли при ловле усача. Я понял. Как она себя ведет в воде? Попадая в воду, крошка размокает, начинает потихонечку растворяться, в то же время создавая такой красивый ажурный прикормочный стол разноцветный. но работает это исключительно по крупной рыбе. Сегодня у нас, к сожалению, условия нет. Здесь у нас? Здесь у нас также крошка. Эта крошка тонущая. Крошка размера немножечко более мелкого. У рыболовов, спортсменов зачастую вы можете встретить большое количество разного постантина. Многие любители рыбной ловли применяют самодельные хлебные крошки. христианам не настолько слажено в приготовлении. Но зачастую очень эффективно в летнее время. А скажи нам тогда поделись секретом приготовления постантина от чемпиона мира. Ой, я, честно говоря, не занимаюсь этим. Как-то вот не доходят руки. Да и интересно нет. Мне интереснее посидеть на рыбалке, поэтому проще купить в магазине. Кулинарными делами не занимаешься? Да. Я понял. Так, следующая баночка. Баночка пустая. пустая. Дальше. Еще одна баночка. И тоже постантина. Смотрим. Еще более мелкая крошка. Я вижу даже тут живые компоненты. Мы удаляем ее. Что это такое? Видов постантина очень много. Это вы взяли флагман постантина микс. Мелкую, очень интересную крошку. Она эффективна при ловле плотвы, к примеру, весной. Декорация, в то же время, не сильно калорийная, но яркая и интересная для рыбы. Я понял. То есть, по большому счету, они отличаются тем размером и свойствами. Тонущие, не тонущие, зависающие. Да. Ну, собственно, рыболову нужно иметь разные варианты для того, чтобы экспериментировать. И тогда рыбалка будет успешной. Я понял. Кроме этого, у нас сегодня использовался прикормочный мотель, насадочный мотель, прикормочный мотель. Насадочный мотыль прикормочный. Тоже прикормочный? Тоже прикормочный. Тоже прикормочный мотель. Более прикормочный мотель, но более крупный. То есть, у нас мотыля прикормочного уже два вида. Один более мелкий, другой более крупный. Скажи, когда какой мотель использовал? Когда мелкий, когда крупный? Собственно, разница исключительно в желаемом трофее. Для чего мы взяли несколько видов мотыля? Если мы ловили мелкую платвичку, мы бы использовали мелкий кормовой мотыль В случае с окунем, лучше использовать более крупный В идеале использовать насадочный мотыль Но дело это, конечно, дорогое достаточно И, в принципе, сегодня у нас нет необходимости, поскольку нет конкуренции Мы можем спокойно привлечь окуней прикормочным мотылем Так, с этим разобрались Посмотрим, что еще дальше на столике есть Кроме того, что 4 поводочницы По крайней мере, я насчитал 4 Алексей говорит, что у него с собой еще где-то штучки 3 лежит про запас Есть основная поводочница, деревянная, красивая И вспомогательные поводочницы Выглядят они вот так вот От компании Mauer На сликах, на липучках И вот такого вот вида То есть очень, в принципе, удобно Рассчитаны они под 50-сантиметровые поводки Видите, если есть отметки 50 сантиметров, 45 сантиметров, 40, 35 и 29 Почему именно 29, я не знаю Но, наверное, в этом есть какая-то магия Магия чисел, которая нам пока до конца неизвестна Тоже хочу отметить, что очень удобная вещь Так как, в принципе, раз, два, три, четыре Давайте посчитаем вместе Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать поводков Различной длины можно двадцать, 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 двадцать Итого 80 поводков можно всегда носить с собой Такая достаточно удобная вещь И я собираюсь такую же вещь, наверное, взять себе на вооружение Напомню, что таких у Алексея в запасе Четыре только на столе Пятая деревянная И, наверное, еще три про запас точно есть А сколько их дома, наверное, можно только догадаться Так, пошли дальше Пошли дальше Ну, наверное, об этом больше расскажет Алексей Сегодня мы его использовали во второй половине дня Это имитация опарика Искусственный опарик Который имеет плавучесть Имеет плавучесть Ну, а как он работает, сейчас нам расскажет Алексей Леш, расскажи, как ты использовал и как ты его использовал Собственно, это очень интересная новинка рыболовного рынка Опарыш, который плавает Всегда у рыболовов на Киевской набережной Да и просто на реке есть необходимость приподнимать свою насадку на дно Использование пены, оно, конечно, эффективно Но это дополнительный элемент снасти Который зачастую приводит к множеству запутываний Для избежания этого я в последнее время стал применять этого опарика Во-первых, он ярко, контрастно белого цвета И с мотылем, к примеру, или с красным червем Он очень эффектно смотрится Сегодня мы перешли к его использованию во второй половине сессии И буквально сразу рыба более крупного размера начала клевать Конечно, это не трофей, но окуни около 100 грамм И платвичка такого же размера попали к нам в садок Что в очередной раз подтверждает эффективность использования плавающего опарыша Ну и давай теперь перейдем еще к... Ох, какой тяжелый! Емкость... Емкость с кормушками Ну, видов достаточно много Хотелось бы отметить кормушки, о которых Алексей говорил в начале нашей программы Вот такие вот ручной работы Расскажи, кто делает эти кормушки? Черный, черный, лучше давайте Вот это даже Очень интересные кормушки Рыболовный рынок Те же английские производители Предлагают массу пластиковых кормушек Но на Днепре в условиях сильного течения Эффективными являются вот такие вот кормушки С грунтозацепами и смещенным центром тяжести Эти кормушки сегодня позволили нам Перетаскивать рыбу через крутую бровку и заросли травы Мы потеряли, конечно, рыбу Но используя обычные кормушки с ровным дном Мы потеряли бы еще больше Так что рекомендую всем почитателям фидерной ловли Также здесь еще присутствует много видов кормушек Квадратные Пластиковые Такие более закрытого типа Квадратные Квадратные побольше Ну и еще Еще, еще, еще И вот Тоже какая-то интересная Такая овальная Овальная с легкими зацепами сзади Для течения, но скорее для такого, для слабого течения Наверное, для того, чтобы на рукошнике лежала Это кормушка на самом деле легендарная Кормушка клетка Ее сетка достаточно мощная Использовать ее действительно стоит на легком течении Либо в водоемах без течения Кормушка мне очень нравится И в условиях такой рыбалки она достаточно эффективно себя показывает Ну что ж, на этом наша сегодняшняя сессия подходит к концу Мне очень приятно было наблюдать За работой чемпиона Это была замечательная сессия Мы поймали много рыбы Это поистине такая Классическая спортивная рыбалка была Подчеркнули для себя очень многого Я надеюсь, что эта рыбалка была не последней Я надеюсь, что Алексей к нам придет еще не раз Посидит нас, расскажет интересные вещи Посоветует, поможет и подскажет Ну и будем подводить итоги Я передаю слово Алексею, чтобы он Расставил все точки на три Леш, как тебе сегодняшний день? Ну, что можно сказать Рыбалка мне понравилась Исходя из погодных условий Все у нас получилось, я считаю Мы сегодня выбрали определенную тактику Она сработала с самого начала И рыбалка пошла по намеченному плану У нас был выбор Ловить окуней или ловить плотву Для ловли плотвы мы использовали прикормку С небольшим добавлением мотыля Для ловли окуня переключались на чистого мотыля С редким добавлением прикормки Собственно, и окуня порадовали нас И плотва Подлещик к нам не приплыл Возможно, подлещик уже скатился в Днепр На глубокие ямы Возможно, просто не хотел клевать сегодня Поскольку основной рыбой была у нас плотва и окунь Никакой другой рыбы не попалось Было сегодня несколько хороших поклевок Рыба, я думаю, более 100, а может быть и 200 граммов Но, к сожалению, она сходила в траве Ввиду того, что она еще не упала Вода не настолько холодная, как я предполагал Именно поэтому не только мотыль служил основной насадкой Хорошо работало несколько опарышей с пучком мотылей Такая объемная насадка Немного агрессивная Но давала результат сегодня отменный Скажи, сколько дней еще в этом году можно порыбачить? До какого времени, до какой температуры воздуха Ты отправляешься на рыбалку? Сложно сказать Если погода будет ровной Даже в мороз, который будет по ночам При дневном солнышке можно рыбачить спокойно И главное, чтобы не замерзали кольца Я думаю, при температуре близкой к нулю Можно еще комфортно рыбачить Главное, чтобы рыба не бастовала Чтобы отзывалась на наши прикормки и угощения Друзья, а я напоминаю, что программа По простому и осложненному была в гостях У чемпиона мира по фидерной ловле Алексея Страшного До новых встреч! До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова